Норвик Банка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, Дразнит Наташку, дарит за косу, На самокатим часа по двору. Также, буквально несколько дней назад, было принято решение, что Артур Лисов, Илмар Шкелс, а также Глеб Новокшонов, который будет принимать участие в концерте в качестве гостя, втроем исполнят песню «Девушки бывают разные» из репертуара от бетых мошенников. Ребята, вы все вместе поете. Дай пока что у Глеба нет микрофона, Глеб, встань середину, пожалуйста. Глеб, встань середину. 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 И сделайте так, чтобы Глебу хватало. Тоже микрофона. Но всем одинаково хочется, на что-нибудь заморочиться. Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется, на что-нибудь заморочиться. Агна была, бела, забыла, что хотела, получила, указала. Агнаты белыми, звездными, ясными, сине-бело-голубыми и красными. Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется. Не забудьте то, Глеб, тоже тебя очень касается. Когда вам нечего петь, это не значит, что вы можете там штаны утюжить, гладить. Не знаю, пошел туда, сходил, мороженое купил. Пока Элмар поет, Артур пошел соло, мороженое купил, пообедал, блинок, пришел обратно. Артур, нет, серьезно. Вы должны каждый чувствовать друг друга. Понимаешь? Если кто-то из вас в этот момент не поет, значит, там все расслабили. Самая сложная ситуация с конкурсанткой Лерой Агурьяновой. Пока Лера просто не готова к выступлению. Но все в ее руках. Только от нее самой зависит, выйдет ли она на сцену на втором концерте. Генеральный спонсор проекта – Норвик Банка. Есть у нас и хорошие новости. Магазин Хобус поддержал наш проект и согласился предоставить одежду для наших конкурсантов на второй концерт. Во вторник старшая группа отправилась в торговый парк «Соло» для того, чтобы вместе с консультантами магазина подобрать одежду для выступления. Кстати, в качестве консультанта была и участница нашего проекта Лайма Гриненко. Которая работает в Кубусе. Некоторое время назад мы побывали на рабочем месте Лайма. Привет! Мы находимся в торговом парке «Соло» в Кубусе магазине. Так, ну, хочу, конечно, вас познакомить с нашей новой коллекцией. Кубус, еще потом познакомитесь с коллегами пару. Хочу рассказать, что я работаю в женском отделе. Конечно, первое, что в наши обязанности входит, это, конечно, с покупателями работать, больше с ними, то есть, контактироваться. И, конечно, входит то, чтобы отдел всегда был в порядке, чтобы были все размеры, ну, то есть, чтобы клиенту все было доступно. В этой сфере мне нравится работать именно то, что с одеждой, то есть, мне нравится стиль, и вообще, я хотела бы на стилиста идти дальше, то есть, работать. Вот. Может, в будущем откроется магазин какой-нибудь, бутик. Тогда же мы познакомились с заместителем директора магазина «Кубус» в Даугапелсе Ольгой Смоляковой. Лайма очень активная и очень талантливая девушка. У нее энергия бельет просто ключом, и мы всем коллективом поддерживаем ее, и очень хотим, чтобы она победила, она достойна этого. Голосуем за нее. Когда ей надо, мы даем ей выходные, то есть, поддерживаем ее всячески. На этот раз Ольга и Лайма работали в качестве стилистов-консультантов с участниками проекта «Хеллоу Даугапелс». Прежде чем начать подбор костюмов, мы попросили ребят рассказать нам о том, как они сами представляют себе свой сценический образ. Что-нибудь такое невызывающее, но в тот момент, как бы, чтобы богато выглядело, чтобы преподнести свое «Я» хорошо. Вот. Хорошо. Это яркое такое. Вика, какую песню ты поешь на втором концерте? «Странники». И как ты себе представляешь вот свой наряд для этой песни? Как ты должна выглядеть на втором концерте? Как ночь. Как ночь. В стиле ночь. То есть, ну, как ты себе это представляешь? В темных тонах. Жорк такой спокойная очень. Не знаю, ну, вообще спокойная в стиле ночь. Платье это должно быть или не платье, или брюки? Я хочу брюки. Вова, какую ты песню поешь на втором концерте? Паста, ты та. И как ты себе представляешь свой наряд? Ну, как рэпера, как. Какая-нибудь маечка, штаны широкие. Может, кепка. Так вот это. Ну, посмотрим, что получится в итоге. Юр, ты у нас какую песню поешь на втором концерте? Бис. Твой или нищий. И как, по-твоему, ты должен выглядеть? Что на тебе должно быть одето на втором концерте? Как-то космический. Да не знаю, как-то просто. Может, или гламурный, или как-то по-другому. Гламурный или космический? Наверное, космический. Да, непростую задачу пришлось решать специалистам магазина Куус. Лайма, ты у нас сегодня выступаешь в качестве эксперта, специалиста, стилиста. Ты уже придумала какие-то образы для ребят? Ну, что-то есть уже. То есть, так прикинула что-то, что можно одеть, в принципе. Посмотрим, что получится, подойдет ли, понравится ли участникам, потому что, ну, каждого свой вкус. Юра Васильев сказал, что его костюм должен быть космическим. Что ты думаешь по этому поводу? Космическим? Ну, песня у него такая, как бы, как что-то в стиле стиляк, то есть. Надо что-нибудь и яркое, и строгое, и, ну, я думаю, да, может быть, что-то подберем. В поисках одежды, которая помогла бы Юре создать гламурно-космический образ, он перемерил всю мужскую коллекцию магазина, на что ушло более двух часов. Юрка, возьми розовое, тебе пойдет розовое. Розовое? Да. Зачем? Исключительно благодаря консультантам магазина Юра, наконец, определился в своем выборе. Насколько он близок к гламуру или космосу, мы сказать затрудняемся. Генеральный спонсор проекта – Норвикбанка. А вот Сабина точно знала, чего хочет. Сабина, ты какую песню поешь на втором концерте? С Дианой «Синее небо». Как ты себе представляешь свой наряд? Ну, я не знаю, должно быть что-то такое синее, легкое, что-нибудь такое, я не знаю, воздушное, может быть, что-нибудь из платья обязательно. Вот, что-то такое должно быть. Ну, посмотрим, что получится. Да, будем смотреть. Но для того, чтобы создать свой образ, она перемерила всю коллекцию сине-голубых тонов. Так, по-моему, у нас определился второй комплект одежды. Лайма, что скажешь? Ну, я думаю, еще волосы распустить. Да, накрусить. Будет хорошо. Да, сережечки еще. Голубенькие ты померила или еще нет? Нет, еще не мерила. А, ну, там, хорошо. Обувь будет что-нибудь? Да, будет. Туфельки или что? Туфли. Хорошо будет. Ну, либо туфли, либо с кошками. Хорошо. Нет, хорошо все. По-моему, тоже очень хорошо. Не знаю, свежая. Свежая, да. Вот это. Довольно быстро с помощью специалистов магазина определилась в своем выборе и Юля. Скажите что-нибудь. Юля, наконец, определилась со своим нарядом. Наконец, определилась. Вот только вот нам осталось с обувью определиться. Да, ну, как... Юля, мы решаем, что высокий каблук, да? Будем одевать здесь высокий каблук на высокой шпильке. А так все супер. Так все супер. Ну, вот еще можем определиться с бижутерией. Золотое или серебряное возьмем. А к концу второго часа примерок и Вова Лапешкин, наконец, нашел то, что искал. То, что надо. Будет видно со сцены в твоем стиле. Не нравится. Не нравится. Ну, очень хорошо. Слава Богу. Ярко и эффектно. Хорошо. Для того, чтобы рассказать и показать все, что происходило в этот день в магазине Кубус в торговом парке Сова, нам не хватит целого выпуска дневника. Тем более, что магазин предлагает такой большой выбор самых разнообразных моделей молодежной одежды. Поэтому на сегодня все. В следующем выпуске дневника мы продолжим наш репортаж из магазина Кубус и покажем, как выбирали сценические костюмы участники проекта из младшей группы. Голосуйте за своих фаворитов на сайте «Грани ЛВ». Смотрите на канале Даутком клипы наших участников. Каждый вторник и пятницу в 19.40 в эфире новый дневник проекта. В каждом номере газеты «Сейчас» знакомьтесь с участниками проекта и следите за развитием событий. И, конечно, слушайте песни в исполнении участников проекта на радио «Алиса Плюс» и выбирайте победителя. Генеральный спонсор проекта «Норвикбанка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова